Тунава Душиналевича как дела? С Тунавича? Да, и мы с ним встречались перед Новым годом, мы его поздравляли, это 31 декабря. Он занимается сейчас бизнесом. Депрессия? Депрессия. Нет, я бы не сказал бы. В принципе, человек с таким большим политическим опытом, он в принципе удар держит. Писали в прессе в декабре, Тунава Душиналевич подрался, побил с журналиста. Не слышал эту историю? Я в прессе читал тоже. Не спрашивал у него? Нет, по таким темам как-то у нас не получается разговор, потому что неудобно спрашивать. Кто он для тебя? Как ты его называешь? Тунава Душиналевича, это мой наставник, это мой учитель, я могу сказать. Я был у него общественным помощником, когда он еще работал в Министерстве здравоохранения, работал председателем ЦИК. И я бы сказал, что у нас именно был совместный бизнес. Абдраимов не твой учитель по выборным процессам? По выборным процессам, не, он, можно сказать, я же был у него в этом, работал в пятом-шестом году, когда он первый раз был представителем ЦИК, я был общественным помощником. Я тогда избирательную систему очень хорошо изучил. Вот, а уже в одиннадцатом году, когда он стал представителем ЦИК, он меня попросил. А потом, когда по системе у нас получилось, что нужно было создавать единую Бишкекскую ТИК, вот. Тогда я в члены вошел, но я председателем тогда не претендовал, честно говоря. Это вот уже члены комиссии меня избрали. Ну, а они знают, что ты человек Абдраимов? Они знали, да, тогда знали. Ну, как сейчас выборы? Вроде бы карусели закончились, сбросы тоже говорят. А как бороться с подкупами? Я призывал, если голоса продают, от тысячи до трех тысяч сумм, говорят они, что такие ставки там. Если бы это посчитать на количество дней, на которые избирается депутат, это вот полчаса там где-то тысячи пятьсот дней, да? Грубо говоря, в день там они продают от тридцати тыинов до семидесяти тыинов один голос продают. Когда людям это объясняют, что в день вы свой голос продаете за тридцать копеек, они тогда вот говорят, да, действительно, что это мышление. То есть они говорят, что надо поднять цену? Ну, не сколько ты не поднять цену, сколько задевают чувства, да, потому что я вот заметил, что за это время, ну, люди тоже, понимаете, вот, пропала гордость, да, пропала гордость, потому что они когда свой голос продают, но есть совесть, да, вот, если гордость пропала, они берут деньги. А потом говорят, вот, я это взял у той партии или у того-то кандидата, я должен положить тэп, вот так говорят, да? Вот какой-то перед выбором, ну, то есть перед своим непосредственным выбором, да, Бишкекская ТИК ходатайствовала перед ЦИК, чтобы исключить из выборов партию Кыргызстана. Это получается такой выбор, то есть это действительно реально можно было исключить филиал СДПК? Ну, то, что филиал СДПК, это, конечно, вопрос еще открытый, конечно, потому что вот это же отдельная партия, там тоже есть свои лидеры, там члены полицовета. Они к нам приходят как отдельная партия, вот, когда они регистрировались. Что за бардак происходит в Айлбанке? В Айлбанке? Нет, в Айлбанке все хорошо сейчас. Но Джейнбаеву все-таки сняли? Джейнбаеву, да, потому что у нее это были грубые нарушения именно банковского законодательства. И она не оправдала, это то доверие, которое оказал ей совет директоров, акционеры оказал. Совет директоров снял ее с должности, потому что она понизила бонусы. Нет, она неоднократно лишала бонусов. Ты веришь, что у Сарпашева есть такая волшебная кнопка, которую он нажимает и может менять результаты выборов? У Сарпашева? Да. Да нет. Я удивляюсь вообще, когда некоторые депутаты у нас заявляют, и делали это, и запросы делали. Как отличник экономик, я хочу задать такой вопрос. Что Крылзстан может извлечь из экономической политики Дональда Трампа? Дональда Трампа? Избрание Дональда Трампа? Ну, как он президент. У него же есть экономическая программа. Экономическую программу Дональда Трампа, я бы не сказал, что я ее знаю, но определенное на постсоветское пространство, конечно, именно избрание Трампа, она окажет, я думаю, в ближайшем будущем существенное влияние. Это проамериканская политика, она, конечно, тоже, это вливание денежных средств, но в последнее время мы это и наблюдаем, после вывода американской базы, что деньги приходят через неправительственные организации на определенные цели, да, там, не развитие там идет там какое-то, а, скажем, там идет на мониторинг, да, например, там, вот, того же избирательного процесса. Мы часто сталкиваемся с ними. Эти неправительственные организации сейчас вот, которые наблюдали за ходом выборов, не находя нарушения, они потом начинают из пальца высасывать нарушения, видимо, для своих отчетов и для своих спонсоров, наверное. Я бы хотел обратиться к нашим горожанам, к нашим избирателям, да, можно сказать, всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья, большого благополучия в семьях, чтобы в нашей стране царил мир и порядок, чтобы наши избиратели не продавали свои голоса, чтобы у нас честные выборы проходили. За 30 тынов. За 30 тынов или за 50 тынов в день.